Добрый вечер, Сергей, рада вас видеть. Здравствуйте, Олеся, привет всем нашим зрителям. Я очень рад с вами познакомиться в эфире. Первый раз у нас премьера сегодня с вами. Премьера, которую сразу могу сказать нашим зрителям, будет очень интересной, друзья, потому что будем сейчас обсуждать очень важные вопросы и получать важные и интересные ответы. Сергей, скажите, пожалуйста, вот буквально самая свежая новость в очередной раз Путин вылез на экраны и долго, обстоятельно пытался рассказывать, что вот, мол, он хочет переговоров, хочет соглашения мирного. Ну, не знаю, тут, наверное, не стоит повторять все бредовые идеи, которые он опять озвучивал. В принципе, там продолжается та же песня по поводу деноцификации Украины. Не вхождение в НАТО, безъядерном статусе, оккупации наших земель, продолжение. Но сказал по поводу России, мол, за это же важно санкции снять. Сергей, скажите, пожалуйста, что это такое, чего он на самом деле хочет и добивается? Понятно, что это происходит на фоне проведения мирного саммита в Швейцарии. И вот-вот, да, который, ну, возможно, и этим он как-то пытается. Неуклюже, ну, как может, там, сорвать или как-то помешать этому. Но как бы вы это оценили? Ну, во-первых, я вам должен сказать, что я его не слушал сегодня и не хочу слушать, потому что я знал, что мне кто-нибудь расскажет об этом деле, потому что я его перестал слушать. Его бессмысленно слушать. Он говорит одно и то же, он врет. Вот, я, вы знаете, вот человек, который запустил историю в интернет, это был я, который придумал анекдот, его не было тогда. Но я придумал анекдот, повторял, и все его с ним согласились. Что если вы смотрите, как Путин без звука, что Путин шевелит губами, значит, что в этот момент он уже врет чего-то. Вот, и поэтому слушать его, ну, по содержанию бессмысленно. К сожалению, мы с вами должны это делать, потому что у нас работа такая. Мы должны этого старого пердуна, извините меня за выражение, ну, запикайте потом, если надо будет. Нормально, это к нему очень даже еще ласковое слово. Вот, мы должны его слушать, просто чтобы быть в курсе, точно так же, как главный врач психиатрической лечебницы должен время от времени обходить палаты и смотреть, чего у него там происходит, у кого ремиссия наступила, у кого хуже стало и так далее. То есть, только для этого, для того, чтобы мы просто для себя имели в виду, что, ну, у этого все по-прежнему. Вот, зашли в палату номер 6, а тут у нас Путин, значит, ну, давай, скажи что ли. И он опять там, неонацист и так далее. Вот, вы знаете, я все время вспоминаю собачье сердце, потому что вот, ну, это Шариков, да, вот это Шариков просто, ну, чуть больше в костюме, там, без балалайки. Шариков было интереснее, Шариков был смешнее. Путин не смешной, у него даже вот это, это даже, у него этого нету. Вот, все остальное, конечно же, последние две недели, он просто бесится. Он бесится, он лезет на стенку, потому что он ездил в Китай, ну, понятно, надо было получить, значит, ярлык на княжение, получил, потом поехал в Беларусь, потом поехал в Узбекистан. Ну, Узбекистан, в принципе, страна уже, которая пытается уйти из подроссийской пяты, потому что там китайская пята, потому что там турецкая пята, потому что там иранская пята и так далее. Вот, но все-таки это страна, которая пытается стать более-менее нормальной. А дальше, вот сейчас он готовится поехать во Вьетнам и в Северную Корею. А президент Зеленский, украинский, ездит на 80-летие празднования высадки союзников в Нормандии. Встречается затем у него переговоры с Макроном и с Байденом. То есть он встречается с приличными людьми, слушает хорошие речи, там много народу, кстати, отличная погода, была куча народу. Это очень удалось, вот эта вот история, и которой представляет официально Советский Союз. Потому что мы здесь во Франции постоянно ругаемся с людьми, которые говорят, Россия победила во Второй мировой войне. Мы говорим, никакой России нету. Был Советский Союз, была другая абсолютно страна. И в этом Советском Союзе Украина играла едва ли не большую роль, чем Российская Федерация, потому что все фронты-то были украинские. Вся борьба основная была на украинской территории. Украина больше пострадала от всего этого дела. Больше людей своих отдала за это дело. И поэтому президент Зеленский представил Советский Союз, и это было логично, это было нормально. Больше того, я вам напомню, что по выходу из Второй мировой войны Сталин, ну, конечно, он играл в свои собственные геополитические игры, но Украина была полноправным членом Организации Объединенных Наций. Российская Федерация не была членом ООН. Был Советский Союз. Сталину просто волоса там нужны были, поэтому в этом смысле Украина, да, тоже проскочила, как и другие страны. Сталин хотел вообще, вы знаете, у него план какой был, у него план был сделать все 15 республик с членами, и плюс Советский Союз, чтобы у него было 16 членов. Но ему сказали, у тебя морда треснет, типа, по-плохее тебе. Поэтому вот давай Украина, Беларусь и Советский Союз. Вот, и потом дальше продолжается следующая волна. Значит, Берлинская конференция двухдневная по, значит, по реконструкции Украины. 10 глав государств и правительств плюс 2000 человек. Потом Рамштайн, потом Большая Семерка, и только потом уже вот сейчас мирная конференция, на которую мы выходим, там суббота, воскресенье. То есть на самом деле, и на самом деле Большая Восьмерка в Италии Большая Восьмерка. Посмотрите, значит, в Японию, когда была Большая Семерка, Зеленский ездил. В Италии он ездил. Куда еще там еще были до этого Большие Семерки? Постоянно последние там три года Зеленский на Большой Семерке. То есть Большая Восьмерка, все, Путин сам оттуда себя исключил. Он сказал, мне это не надо, там, вы помните, с Обамой, когда еще это было. Ну, а потом, когда он затеял войну с Грузией, его просто оттуда выперли. И после истории с захватом Крыма и с Донбассом. А Владимир Зеленский практически стал восьмым членом этой самой Большой Восьмерки. Понятно, что это, конечно, условно, это нам просто так хочется, так нравится. Но приятно, не будем себе отказывать в удовольствии сказать, что вот Зеленский поехал в Италию на Большую Восьмерку, а Путин вот опять вылез перед камерой, и опять у него деноцификация, и опять, ну, палата номер шесть. Вот ему, конечно, обидно. Мальчику обидно, дяденьке обидно, потому что он-то тихо сам с собой ведет разговоры там с Лукашенкой, да, вот, или там с Ким Чен Ином, извините меня за выражение, да, а Владимир Зеленский общается с приличными людьми, с сильными мира сего, да. Это вот, кстати, вы знаете, такая же история, кстати, потом была вот на Петербургском форуме, когда, допустим, Мантуров был на панели вместе с сыном Вайна. Дальше можете не продолжать, все, вот тут нормально, все поняли, о чем вы хотели сказать. Да, ну, его хотя бы на панель пустили, а вот папашку Патрушева его же вообще сослали. Вы знаете, чем он занимался в то время, когда все были на панели в Питере? Он поехал в Карелию, открывать, вы будете смеяться, вот, если не знали, он открывал закладку киля, ледокола какого-то там морского, даже не морского, а водного ледокола. То есть это было первое его публичное появление Патрушева-старшего на публике, закладка киля, ледокола, значит, какого-то там, ну, он же по судостроению теперь советник. Вот, и Путин вот так же закладывает киля, или за киля, или там за что угодно. Или за воротник. Заворотник, да. Но он не пьет, кстати. А вы знаете, да, вот, Сергей, мне, кстати, недавно вот несколько человек, которые занимаются российским вопросом, сказали, что по их данным последнее время он стал прилично выпивать и прям позволять себе на некоторых мероприятиях, потому что до этого никто его в этом не замечал. Нет, он мог выпить, но как совершенно правильно Сергей Пугачев рассказывал у Дмитрия Гордона несколько раз в его интервью, если Путин пьет, то он становится буйным, он становится садистом, то есть у него перестают действовать механизмы защиты и остановки, и вот его же жена рассказывала, что ты, она же ругалась на Сергея Пугачева, говорит, ты чего, принес вино, это значит, он сейчас напьется и будет потом меня щипать, потому что он садист такой по жизни. Вот, то есть он принимал немножко, но потом его, как бы это, закодировали, ему сказали, что тебе это нельзя, потому что разные люди по-разному реагируют на алкоголь. Для нормальных людей это просто немножко раскрепоститься, там чуть-чуть получить удовольствие, вот и так далее. Он же меры не знает, и поэтому, значит, он становится садистом. Вот, а сейчас я понимаю, почему это, потому что он спать не может без снотворного, он жить не может без чего-то, потому что он же боится постоянно, что его либо травят, либо убьют, либо еще чего-нибудь сделать, потому что, ну, представляете, он сам, ну, вы же понимаете, что он сам себе не стирает там ни трусы, ни майки, ни рубашки, ничего. Значит, кто-то ему это делает, да, а где у него гарантия, что ему не намажут эти трусы, как Навальному новичку? Навальному, гарантии никакой нету. Он сам себе не готовит. Значит, где гарантия, что ему там не подсыпят какой-нибудь гадости? Он сам не покупает своей пищи, да, вот даже тогда, когда, вот, допустим, я жил в Москве и знал, что за мной там ходит наружка ФСБшная и так далее. Думал, вот, могут там отравить, потому что мне пытались в 2001 году, мне там что-то подсыпали, я чуть не помер от этого дела. Вот, и потом просто смысл был такой, что я никогда, у меня холодильник был пустой, вот, просто пустой холодильник. Я просто выходил, вот, покупал ровно то, что нужно, причем старался покупать произвольно, вот, просто какой-то абстрактный магазин, вот, иду там, никогда в жизни я в нем не был, я приду, куплю вот это и больше никогда в жизни я туда там не появлюсь. Москва, город большой, слава богу, выбор уже тогда был. Вот, а Путин тебе, себе позволить это не может, у него же там снабжение централизованное, ему же все надо, отборное, а отборное, это в том числе, там же, и управление делами, а в управлении делами, значит, иголка Кощея у них в руках, потому что ему же можно и подсыпать, и подмазать, и подлить, и что угодно, он не спит, он не может заснуть без наркотика, без снотворного. А вы знаете, что самый лучший подарок это книга? Вот такая, и вот такая, и вот такая, и еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп, а еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Кто-то мне вот тоже недавно рассказывал о том, что почему еще Дюмин такой для него доверенный, ну тот, который сейчас губернатор, тот, который Крымом аннексией в том числе занимался и был сначала личным личником Путина, потому что Дюмин, в обязанности Дюмина в том числе входило быть дегустатором еды и всего, что Путин принимает. То есть, по сути, если бы Путина отравили, сначала отравили бы, умер бы сначала Дюмин. Ну, я не исключаю такой вариант. Это действительно, действительно может так. У него в Кремле, на самом деле, там встал, ну, у него на кухне есть специальные люди, которые дегустируют. Во-первых, все те, кто готовит, они сами дегустируют. То есть он, там, я не знаю, может заходит и говорит, ну, приготовили, ну, теперь попробуйте, вот все попробуйте. То есть, грубо говоря, если травите, то все помрете. А были случаи, когда умирали на кухне? Не знаете эти дегустаторы? Нет, я думаю, не было никаких случаев. Вот, потому что это просто перестраховка, это в голове. Ну, в голове у человека, который боится свою жизнь, ну, в общем, можно трехнуться. И он, вообще-то, он трехнулся давным-давно. Он же сам об этом говорил вначале, что человек, который там больше двух сроков по четыре года, у него просто голова поедет. От власти едет голова. От абсолютной власти голова едет абсолютно. Вот. И эти все люди, которые вокруг него, вот, вся челядь и топтуны, это люди, которые, у которых, ну, во-первых, вот охранники, они все вооруженные. Во-первых, они могут просто достать свой Макаров и просто ему девять грамм прям в бошку всадить и все, и никаких проблем нет. А если даже у них нет Макарова, они же все каратисты, там, самбисты и так далее, они его просто этого 62-летнего, 72-летнего старпера могут просто голыми руками задушить. Вот. Он их боится. И поэтому все те, кто его не убил в течение нескольких лет, он им страшно доверяет. Поэтому вот кто-то там подсчитал, значит, семь человек бывших охранников в большой власти, а 13 просто вот хорошо были устроены. Ну, вот семь человек, это кто? Это вот Зиничева. Вот Зиничева, кстати, убили. Потому что вот Зиничев, который был предыдущим министром ЧС, он, вроде бы, говорят, начал подумывать о том, чтобы делать какой-то там переворот. И поэтому, помните, сентябрь 21-го года поехали они, значит, к Потанину, Володе, в этот самый, в Норильск, там у них были учения МЧС, вот, и им говорят, ну-ка, вот у нас тут есть красивое место, такое в горах, водопад, там, туда-сюда, и там, значит, Зиничев, его охранник и съемочная группа, там человек пять погибло, все упали в этот водопад. Ну, якобы. Потому что свидетелей, естественно, никаких нету, и там сами они упали, или их упали, или им помогли упасть и так далее. Да, и, значит, водопаду было присвоено звание Героя России посмертно, вот, за то, что он их всех принял так удачно, потому что вот Зиничев, который был, в общем, очень доверенным человеком Путина и стал, начинал становиться популярным министром. Поэтому, кстати, Путин, следующего министра, тоже охранника, молодого парня он взял, он даже сейчас еще только генерал-лейтенант, а МЧС – это большая звезда генерала армии. Вот Путин даже взял маленького-маленького человечка, вот как его в свое время взяла Таня Дзьяченко с Валей Юмашевым, вот, но, с другой стороны, он же понимает, что этот ни от чего не гарантирует. Но он действительно им доверяет, потому что они не просто его иголку Кощея держат, но они знают все его секреты. Вот, они знают, сколько раз он встает ночью, какая у него простата, какой у него стул, жидкий, нежидкий, куда, с кем, почему, какие мальчики, какие девочки, с кем, они знают все, потому что любые служанки, прислуга, вообще знает о вас гораздо больше, чем ваша семья, чем ваши друзья, а тем более, чем там журналисты и даже ваши там соплеменники какие-то там, я не знаю, премьер-министр и так далее. Вот, поэтому, конечно, они знают все секреты. Можно было, по идее, их надо отстреливать. То есть, по идее, своих охранников раз в два года или раз в три года надо отстреливать. Но если вы начнете их отстреливать, то кто же вас будет охранять-то? Потому что следующие, ну, не совсем они идиоты, они же, там же у них разговоры-то идут. Вот, если вы, допустим, будете отстреливать их неофициально, ну, туба, исчез охранник и неизвестно где. Опять же, все скажут, ну, все, значит, все, вот как Зиничев, значит, упал в водопад, вот и так далее. И вас тоже никто не будет охранять. Поэтому он их, кстати, продвигает во власть, он им дает денег, он их продвигает во власть. Это же показать, что всем тем, кто сейчас его охраняет, что вот если будете хорошо все делать, то вот станете богатыми, властными, там и так далее. Им наверняка покупают какие-то там виллы за границей, им наверняка какие-нибудь швейцарские номерные банки или в Лектенштейне, или в Монако, или в Люксембурге, или где-нибудь еще счета большие, миллионные, потому что лишь бы только они сидели, всех спокойно, и лишь бы только они там не захотели потом книжки какие-нибудь писать про то, как он встает ночью, куда встает ночью, с кем он проводит ночи и так далее. А вот мне интересно, если действительно у него есть двойники, один или несколько, как это технически осуществляется? Вот кто эти люди? Как они взаимодействуют со своими семьями, родными, но они же взрослые люди? Как они живут? Как их обучают? Как они там вместе в одном доме они живут? И условно говоря, вот там картина, все там, сколько есть Путиных, вот все Путины играют в футбол, или там сейчас в теннис, или в дзюдо, или обедают, сидят. И что их потом делать, когда они как бы списываются, там неудачная операция, их просто на мясо перекручивают? Ну, вообще-то это отдельная, конечно, история. Я не верю в двойников вот таких, про которых рассказывает Валерий Дмитриевич Соловей, что вот нынешний Путин это двойник, а Путин уже умер, от нам и так далее. Вот в это я не верю. Я верю в технических двойников, потому что я верю, что могут быть люди, которые, в принципе, им не надо даже быть очень сильно похожими на Путина, потому что вот, когда вы делаете какой-то проход, то важно схватить это вот как имитаторы, да? имитаторы ведь не говорят так же, как человек, которого они имитируют, но похоже, потому что дальше наш мозг доделывает всю ту работу, которую не сделал имитатор. То есть, грубо говоря, нам достаточно просто задать задачу, что это Путин, и мы сами уже увидим настоящего Путина в этом двойнике. И, как правило, это делается для прохода. Вот мы знаем, что Путин ездит так же, как американский президент. Американский президент, когда выезжает из Белого дома, выезжают три одинаковые совершенно вот эти здоровые машины, бист, которые называются, на которых все одинаковые, и никто никогда не знает, в какой сидит президент американский. Вот, судя по всему, Путин делает примерно то же самое со своими аурусами, а для этого он еще хитрее делает. Помните, вот это, кстати, нам рассказал охранник, который работал ФСО, даже не охранник, а человек, который занимался связью. Вот тот, который сбежал в Казахстан, а потом в Турцию там и куда-то вместе с семьей. Вот, он говорил, что вот у него же был такой вариант, когда они сидели, он работал в Сочи, в этом самом Бочаровом ручье, потом он уехал, вернулся в Москву, в Москву, а потом, значит, он видит, что кортеж Путина проехал, значит, в Адлер, в аэропорт, и улетел в Москву с Путиным там и так далее. И он своему приятелю, который был тогда в смене, он ему звонит, типа, ты уже в Москве, пойдем пивка попьем. А тот говорит, я не в Москве, я в Бочаровом ручье. Он говорит, ну как, я вот шеф и вид, только что уехал-то. Он говорит, ну я в Бочаровом ручье. И этот человек понял, что никакой не Путин уехал, что Путин настоящий остался в Бочаровом ручье, а вместо него выпустили вот какого-то двойника, который просто проехал на машине, поднялся самолет, это все сняли, и он, типа, улетел в Москву. Вот такие двойники у него есть. Строго говоря, их нужно, за ним нужно просто присматривать. Они все сотрудники ФСО, формально. Они все, то есть у них первый допуск, у них обязательство хранить гостайну. Если не будете, не будете ее хранить, вас посадят, знают, что их посадят сразу или убьют. Вот. А дальше, вот как вы говорите, семья. Ну, наверное, подбирают тех, у кого нет семей, наверное, мне кажется, потому что с семьей жить невозможно. Ну, как вы, представляете, вот вы приезжаете к себе в семью, а там над вами все, о, Путин приехал. Ну-ка, папа, папа Путин, давай, значит, мы дерябнем с тобой там водяры какой-нибудь. Ну, нет, это вот нереально совершенно, да, ваши дети там будут над вами смеяться, вот, и так далее. То есть, скорее всего, либо у них нет семьи, либо сделали так, что у них не стало семьи. Такое тоже. Вот такое, кстати, может быть, потому что для них там убить трех человек или четырех человек ради того, чтобы, значит, один работал, как, значит, ну, не будут убивать прямо при нем, там, я не знаю, там, их из пистолета в голову, вот, ну, там, катастрофа какая-нибудь, я не знаю, или там заболели, умны умерли там, один за другим, вот, что-нибудь такое. Дальше возможность, и они, конечно, живут в тюрьме, то есть золотая клетка, то есть они живут там же, где живет Путин, наверняка, то есть это те же самые резиденции, просто есть холл или там крыло для прислуги, и там в конце этого крыла, значит, есть комнатка, где живет, значит, двойник, вот, и они живут практически под тюремным надзором, потому что его же никуда выпустить нельзя, как, ну, что, в увольнительную пошел, да, и он там в Ильинское вышел, а там все, о, Путин, ну-ка это, и так далее, а он, допустим, начнет там просто покупать какую-нибудь там водяру или там пиво какое-нибудь в киоске, вот, ну, то есть все, это люди, которые, у которых закончилась нормальная жизнь, они живут только этим, это вот работа такая, но работа, вот типа, именно с ними, когда заключают контракт, ему говорят, ну, что, хочешь или не хочешь, типа, он говорит, ну, какой у меня выбор, я был, значит, безработным где-нибудь там в коме, да, сидел, значит, без копья, ничего нету, ни дачи, ни денег, ничего нету, а тут мне на всем готовом, в хороших условиях, резиденции, живу как Путин, вот, но только единственное, что не могу распоряжаться сам собой. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Кстати, Путин сам собой тоже не может распоряжаться. Он тоже не может делать то, что ему захочется. То есть вот он тоже не может, вот представь себе, захотел он выйти там в Москву прогуляться где-нибудь там по Красной площади, да хрена два, там ее перекрывать надо два часа перед этим, прежде чем он выйдет, охрану нужно. То есть он ничего себе позволить не может. Ну понятно, зачем ему эти дворцы золотые, совсем золотым, если он этим, по сути, ну, пользоваться не может, да, зачем это все струбить в яхты эти огромные? А вот это ответ, кстати, почему он затеял войну с Украиной. Потому что вот раньше ему это нужно было, и раньше вот он думал, что он настроит себя сначала один дворец, второй, третий, четвертый, пятый, и от этого будет ощущение, что ему лучше. А потом он понял, что нет, ну, приедается все это дело. Ну вот, значит, люди, которые никогда этим не занимались, ну, представьте, вы встаете с утра, а вам черные икры там банку, и вот помните этот белое солнце пустыни, опять эта икра, ну, не могу я уже, это все, в Советском Союзе, все считали, что это издевательство над нами было. А вот если вы на Каспии живете, или там во Владике живете, когда у вас этой красной икры, там, бочка стоит, они ее есть не могут, они к нам ее возят на континент, потому что сами они ее видеть уже не могут, потому что она им нужна настолько, просто она им надоела. И вот то же самое его дворцы. И когда ему все это приелось, у него остался только один наркотик, это войнушка. И вот войнушка, это наркотик, власть войнушка. Обратите внимание, костюмчики, раньше там чего-то ему там шили, рубашечки какие-то, чего-то там подгоняли, теперь он в мешках каких-то ходит, потому что ему наплевать абсолютно на это стало. Ему абсолютно не важно, как он выглядит, в смысле вот там, как, ну, условно, как мужчина, да, то есть он никого не собирается обаивать, там, если ему нужны какие-то там сексуальные услуги, это все делается за деньги, по принуждению. Ну, то есть, ну, то есть, когда возникли, помните, эти девочки с таким же, как Путин там и так далее, да, какие-то сумасшедшие молодые девки, которые сказали, да я вот, да хоть сегодня, да, да, да мы вы все, вот видите, вот нас тут 20 штук, да мы к нему все 20-м придем, и все, вот я понял, что вот, вот что такое власть, когда вот власть и деньги, и как это притягивает, это магнит. И куда только Кабаева смотрит, Сергей? Ну, Кабаева смотрит на сторону, Кабаева, знаете, когда тройка русская, значит, вот Путин это конь посередине, а Кабаева, она, значит, со стороны, и она смотрит на сторону, говорят, кстати, вот эти злые языки из ФСО, что там у нее было несколько романов, и потом вот людей, которые с ней крутили романы, их отстреливали. Помните, там был какой-то певец, я не помню, я их в них не разбираюсь, но там был такой молодой певец, которым она приглянулась, и потом... Марат Насиров, да-да-да, я знаю эту историю, мне в интервью прям рассказывали, один бывший милиционер, а второй вот этот певец, да. Вот, и для него наркотик теперь, то есть секс тоже приелся, кстати, вот именно поэтому они все там извращенцы, потому что, ну, нормальный секс не интересен на определенном этапе, просто, ну, скучно становится, и потом вот, почему все люди, у которых есть деньги, или большинство, им же становится, все приедается, все абсолютно приедается, и секс приедается, и поэтому дальше начинается просто, нужно сначала с двумя, потом с тремя, потом двадцать, потом молоденькие, потом старенькие, потом черные, потом желтые, потом красные, потом мальчики, потом девочки, потом кони, там, я не знаю, собаки, что угодно, потому что просто от скуки все приедается, все приедается, ничего уже не работает, Хорошо, вот вы вспомнили по поводу Татьяны Юмашевой-Яченко и ее роли в управлении государственной властью. Все больше людей мне сейчас говорят о том, что ее роль хочет на себя взять одна из его дочерей Катерина, которая в том числе вот уже сейчас, мол, повлияла очень сильно, фактически назначила нового министра обороны Белоусова, это ее ставленник. И дальше, мол, у нее есть некие планы и влияние на Путина, на отца. Скажите, а что вы об этом знаете? Ну, ничего не знаю, потому что я в Кремле не живу с ними, и они мне не рассказывают, к сожалению. Мне бы хотелось, чтобы они им звонили, но не рассказывают, что-то не хотят. Пока. Со временем придет все. Нет, я в это не очень верю. Знаете почему? Потому что, во-первых, Путин и Ельцин. Вот Ельцин любил своих дочек, Путин их не любит. Человек, который любит своих дочерей, не позволит им не носить свою фамилию. Они же стесняются его фамилии, а он стесняется, чтобы они ходили под его фамилией. Он их не любит. Эти женщины, да, вот пока они были там молоденькими, да, там вот в ГДР ходит такая фотография, где две голенькие, значит, они там, он такой лежит на топчине, и с голенькими своими дочками, значит, их там целует во все места. Вот. Но нет, он их не любит. Он их боится, потому что он боится, что они его отравят, а сами сядут на его место. Вот. Он им не доверяет абсолютно. И, кстати, вот вы знаете, послушайте Аббаса Галямова, который рассказывал про выступления обеих дочек на Петербургском форуме, и он себе задает вопрос, вот несколько интервью у него было, и он говорит, я вот не понимаю, смотрите, у них все есть, у них есть огромное количество бабок, у них есть Кремль, у них есть референтура, где люди пишут всякие там доклады. Вот почему эти две дочки вылезли на публику и произнесли какие-то, во-первых, скучные, неинтересные, пустые речи, плохо написанные, там же есть люди, которые могут там написать красиво, то есть уж чего-чего, а уж чего-то там написать, какую-нибудь там речугу, это папашки-то пишут речь, которую, в принципе, вполне себе слушать можно. Вот. Другое дело, что если бы его не видеть, то речь, если бы ее просто прочитать, то еще ничего, а вот надо же его смотреть и слушать, как вы сегодня утром его слушали, вместо меня. Спасибо, Олеся. Я избежал этой штуки. Так вот, они, судя по всему, нет, это не была отмашка Кремля, это они сами, инициатива, их инициатива была. И поэтому, кстати, это все плохо написано, потому что им Кремль, судя по всему, не захотел писать. То есть Путин запретить им не может, потому что все-таки дочки, да, но и помогать не стал. Вот сказал, типа, как Петр Первый, помните, чтобы, значит, дурь каждого всем была видна. Вот и все, вышли, вот, и сами написали, но они считают, что они такие умненькие все, но особенно Катерина. Вот, это первое. И второе, Путин никому ничего не собирается передавать. Он никаких преемниц к себе не готовит, ему не нужны никакие преемники. Человек, который говорит, после меня, вот, если России нету, то мир не заслуживает того, чтобы остаться. А ведь когда он говорил, Россия, это я, Путин, то есть если меня нету, то вы вообще здесь должны все передохнуть. Он поэтому, кстати, может нажать на какую-то там страшную кнопку в конце, потому что просто он трехнутый, потому что он считает, что вот самое страшное, что ждет мир, это когда он уйдет. Сергей, вот хочу вернуться к тому первому своему вопросу о санкциях против России. То есть, судя по всему, все-таки санкции, несмотря на то, что не работают так, как нам бы хотелось, являются болезненными. Ну вот, смотрите, последние дни там, крах рубля, что там с долларом творится, и вообще то, что мы знаем о российской экономике. Как вы оцениваете, до бунтов голодных там далеко, а? До бунтов далеко, потому что голода нет. Голода нет, потому что резервы все-таки довольно большие. То есть, грубо говоря, у них же там пшеница-то растет, с одной стороны, у них самих. Плюс они у вас воруют еще там миллионов пять в год пшеницы. То есть, грубо говоря, ну, с голода пухнуть не будут. Голодомора в России не будет. Вот, будет меньше. А меньше это все-таки не голодомор. То есть, вот холодильник только тогда работает, когда он просто пустой. Вот вы, девушка молодая, этого помнить не можете, но там в 90-е годы в Москве вы приходили домой, открывали холодильник, а там пусто. Вот даже я работал, я тогда служил в этой самой разведке, вот даже нам там какие-то заказы раз в неделю, потому что вот наш магазин, который прямо там у нас на территории, там ничего не было, там просто ничего не было. Там заходишь пусто, и нам приносили заказы вот прямо в отдел, и каждый раз там привозили пакетики, там шпроты, чай, кофе и чего-то там еще такое. Тушенку какую-то там привозили и так далее. То есть, вот холодильник работает только тогда, когда он просто пустой. Вот когда с голоду пухнут, вот тогда могут быть бунты какие-то. Если есть макароны, если есть там килька в томате, то все, уже с голоду не помрут. А тем более они сделают водку тогда на рубль дешевле, и люди там начнут просто пьянствовать. Вот, это не работает. В основном все работает, санкции работают. Я вот здесь во Франции регулярно цапаюсь с моими коллегами французскими, особенно у нас есть такие пропутинцы, которые говорят, да нет, ничего не работает, все отлично, вот смотрите, они там все доработают. Я говорю, вы ничего не знаете, потому что вы не занимаетесь отслеживанием, мониторингом экономики. И пригласите Липсица, он вам все расскажет, как не работают санкции. Вот, он вам расскажет, как, или там пригласите Крутихина, он вам расскажет, как газ продается или не продается, кому продается, за какие деньги, по какой трубе, по каким танкерам и так далее. Все работает. Но просто это работает очень медленно. Это медленное удушение. Медленное удушение. И это удушение реально работает, но я на него не очень рассчитываю, потому что одновременно я рассчитывал, откровенно говоря, на переворот изнутри, Кремлевский переворот, и рассчитывал, что его сделают олигархи, которые вот, ну, 20 лет воровали, миллиарды, да, настроили себе битву где-нибудь там на Лазурном берегу, и вдруг все это дело накрылось медным тазом. Вот я думал, что, ну, вот они соберутся, у них там суммарное состояние 600 миллиардов на 100 человек, то есть, ну, они могут совершенно просто вот объявление в газетах, я издевался в 2022 году, я говорю, просто объявление надо в Нью-Йорк Таймс, в Вашингтон-Пост, миллиард долларов или миллиарда евро тому, кто убьет Путина. И за три дня его убьют обязательно. Причем будут носить пачками, будут их носить десятками Путиных, похожих на Путина, и требовать этот самый миллиард, и надо будет еще доказывать, там, брать ДНК у его дочерей, там, чтобы сравнивать, а настоящий Путин не настоящий. Кстати, Славей говорит, что старшая дочка не путинская дочка биологическая, что там его жена... Ралдугина. Нет, Ралдугин, кстати, такой же, как Путин, он даже еще хуже. Да-да, любой, ага. Но они втроем. То, что мне рассказывала Маша Максакова, она говорит по ее информации, вот из Питера, что они какое-то время просто втроем там гуляли, и у них был такой роман на троих, Людмила, Путин и Ралдугин. Ну, я заметил другую штуку, что вот когда Путина заставили жениться, у нее уже это не первая женитьба, первая-то сорвалась, там, медичка какая-то, она просто сбежала из-под венца. То есть просто накануне, накануне бракосочетания уже, представляете, в советское время там ресторан заказан на 50 персон, все родственники созваны, и она сказала, нет, я с тобой не пойду. И у меня положение такое, что она где-нибудь там либо сказала, что, ну, слушай, ну, сколько ты можешь мне уже говорить, что у тебя болит голова? Ну, давай уже мы это, чего-нибудь там попробуем. Или она пошарила у него там где-нибудь там по каким-нибудь сусекам, и вдруг наткнулась на фотографии его там с Ралдугином там или еще с кем-нибудь, или еще что-то такое, и она поняла, что, в общем, ну, не туда она вляпалась, и быстренько сбежала от него. Вот. А когда с Людмилой у нее все это дело произошло, он ведь с ней, свадьба произошла, по-моему, ему в 84-м году, нет, в 83-м году, летом 83-го года. А дальше первый ребенок у него родился в апреле 85-го. То есть у них там года полтора они не могли родить ребенка. Ну, ничего, нормально, период такой. Ну, нормально, нормально, но вы забываете другую штуку, что он женился на Людмиле только для того, чтобы поехать за границу. Ему же в КГБ говорили там в кадрах, что нужно быть женатым и ребенком, с ребенком. Тогда пошлем за границу. И вот он женился в 83-м году. И пока он не объявил им, что типа вот жена беременна, его не послали в Краснознаменный институт. Вот он когда сказал летом 84-го года, что все, жена беременна. Ну, ему сказали, вот все, в сентябре 84-го года едет в Москву в Краснознаменный институт. Вот. То есть он шпионом не смог бы стать, если бы он не женился и не родил этого ребенка. Но, судя по всему, вот у него как-то не рождался этот ребенок первый год. Вот. И у Ралдугина тоже не рождался. То есть они просто для плезиру занимались сексом, а не для реальности, не для семейной жизни. Вот. Ну, в общем, и эти дочки... Вот, кстати, вы сказали, Катя сделала Белоусова. Мало верю я в это дело. Он для нее является, каким-то говоря, там, типа, гуру. Но Белоусов потерял две ступени в правительственной иерархии. Он был первым вице-премьером. То есть если Катя хотела бы его куда-то там продвинуть, его надо было не министром обороны делать, его надо было премьер-министром делать вместо Мишустина. Вот тогда бы это было клево. Вот тогда бы это был государственный переворот. А Катя этого не сделала. То есть нет, нет, нет. Вот в это я не верю совершенно, потому что там вся история в том, что Белоусовы как раз понизили. Его очень сильно понизили. И у меня такое впечатление, что его поставили на это министерство, сделав вид, что вот мы убираем Шойгу, и ты, типа, вот сейчас будешь такой эффективный менеджер, который будет тут с коррупцией бороться, и, значит, сделает хорошее министерство, которое будет работать, в отличие от Шойгу. Нет, его поставили, чтобы развалить это министерство. Министерство обороны сейчас шесть месяцев не работает. Потому что, посмотрите, посадили двух заместителей, все остальные уволились, все сейчас разброты, шатания. Значит, и больше того, Шойгу презирали военные, но Шойгу был вором, сам воровал и давал воровать другим. А теперь приходит этот белый пушистый белоусов, такой весь рыцарь печального образа, и говорит, все, воровство закончилось. Ты чего, парень? У нас там 120 миллиардов баксов разворовывать госбюджета, а ты говоришь, воровство закончилось? А как? А мы без воровства не умеем. Вообще в России воровство и коррупция – это единственное, что еще позволяет экономике работать. Без коррупции не работает вообще ничего. То есть если человек не знает, что он… Вот лично он получит с этого контракта чего-то, никто не будет заниматься никакими контрактами. Зачем? Тогда будут просто сидеть на работе и все, и на даче шашлыки будут, водку, ханку будут квасить, и все, и шашлыки есть, и на машинах, и сидеть, тупо смотреть, я не знаю, на портрет Путина в кабинете. Делать никто ничего не будет. Сергей, скажите, пожалуйста, вот учитывая все, что вы знаете, и как вы это анализируете, как, по-вашему, дальше будет развиваться война, и когда мы, наконец, победим? Я в прошлом году почувствовал, что американцы не хотят дать вам победить в прошлом году. Все было, все было, любая возможность. Нужно было просто дать вооружение, все. И состоялось бы контрнаступление, и Россия боялась ужасно совершенно. Потому что вот после сентября 22-го года, после Херсона, после Харькова, они стремительно пытались закапывать эти самые зубы драконов. Когда они посмотрели, о, удалось закопать одну линию, давай-ка вторую закопаем. И они не были уверены, что закончится, они ждали украинские танки, американские танки, украинские ракеты, американские, французские, немецкие ракеты. А их не было, ни ракет, ни танков, ничего. То есть был, абсолютно было предательство американское. И объяснение было очень простое. Если бы вы в прошлом году победили, то вот в этом году, когда выборы, уже то, что было в прошлом году, это уже не считается. Это уже был прошлый год, уже стали вспоминать, а что у тебя, а вот у тебя там Синхантер, а у тебя там это, а у тебя то, и так далее. И у меня было абсолютное ощущение, я его даже несколько раз проговаривал, что вот в 24-м году, когда выборы Байдену, очень выгодно, чтобы вы победили в сентябре или в октябре этого года. Вот если Украина победит в сентябре или в октябре, то всё, Байден пересберётся. При любом раскладе пересберётся. Вот если Украина победит. Потому что это можно продать красиво. То есть вы считаете, что в этом году война закончится, нашей победой? Я считаю, что война могла бы закончиться вашей победой. Я не даю прогнозов, я не мадам Ирма, у меня нет такого хрустального бокала, где я там смотрю и читаю всё это дело на небесах. Но потенциал такой есть. Он зависит исключительно от одной вещи. Вот сколько вам дадут вооружения. То есть если вам весь пакет поставят, вот тот, который проголосовали, то вы совершенно спокойно можете, если не победить, то можете отыграть. Вы можете отыграть ведь красиво. Например, вот Крым. Мы тут общались с несколькими вашими коллегами, вот с Василием Голованом, в частности, пару дней назад мы с ним говорили, по поводу того, что вот смотрите, Крым, перебейте Крымский мост и перебейте ветку железнодорожную, которую они там строят вдоль Азова по западному берегу. И всё, и Крым умрёт. И всё. А дальше просто достаточно маленького десанта, и вы его возьмёте, потому что все оттуда побегут просто. То есть вот тогда, когда там кончится вода, когда там кончатся продукты, когда там гречки не будет, риса не будет, когда надо будет... Ну, Крым вообще-то сельскохозяйственный, территорий, то есть там ещё что-то там расти-то может, вот, но всё равно они оттуда побегут. И вот Крым, кстати, может быть первый. Вот говорят, что с Крыма началось, с Крымом закончится. А вполне вероятен вариант, что наоборот, с Крыма начнётся всё. Что вот как Крым, когда как раз пойдёт самым первым. И вот представьте себе, война-то может ещё не закончиться, но если вдруг Крым, раз и вернётся. Вот как Херсон, да? Они просто сбегут из Крыма, как они сбежали из Херсона. Потому что когда жрать нечего и боеприпасов нету, и вы всё разбомбите там, и всё, они сбегут, потому что дальше они будут бояться, что вы придёте, начнёте их там вешать на столбах. Вот, чего в принципе не будет, вот, но судить-то их всё равно надо будет, там, расстреливать. Вот, так что, вот такой вариант я совершенно не исключаю. И плюс, ну, для того, чтобы разбить, вот в чём проблема. Смотрите, у них 120 миллиардов баксов в год на войну, из которых они, конечно, разворовали две трети, остаётся 40. Вот 40 миллиардов, это реально то, что они вбухивают сейчас в войну, прямо вот конкретно. То есть вам надо дать 80 минимум. Вот если вам дадут 80 в вооружении, то вот тогда вы их победите. А если вам дадут 40, как это предусмотрено, потому что 61, это же не всё на вооружении. Там на вооружении, дай бог, половина. Вот если вам дадут 40, то вы будете стоять. Вы будете стоять, вы будете защищаться, то есть вы выдавите их из Харькова, на ту сторону. Вы можете подвинуть их в Запорожье, например, можете подвинуть, и так далее. Но не победите, потому что для того, чтобы победить, нужно иметь превосходство. Его у вас нету превосходства. У вас есть превосходство в качестве, потому что украинцы освобождают свою собственную территорию, а у них там люди либо за бабло, либо пьянь, либо эти зэки какие-то. То есть у них качество солдат плохое, но у них масса, большая вооружение. То есть они же просто вас... Поначалу ведь как было? Один снаряд на 100 их снарядов. То есть они выпускали 100 снарядов, тогда у вас был один. Потом было 50 на 1. Потом 20. Вот сейчас там 10-15 на 1. А должно быть с вашей стороны 40, а с их стороны 15. Вот тогда вы победите. Сергей, спасибо вам большое за это интервью, спасибо за беседу. И, конечно, я хочу очень надеяться, думаю, как и все наши зрители, что в этом году придёт наша победа. Спасибо ещё раз и на связи. Счастливо. Спасибо.